всем привет не получился эфир не получилось настроить камеру я сбила настройки нечаянно но ничего страшного заранее сделала запись самого этого кусочка ткани потом когда я его подровняла я его сняла но сейчас еще раз продублирую сниму какие-то объяснения может быть может что-то непонятно ну ничего сложного сейчас соберу эту сумочку покажу просто в записи вызову мастера собственно я уже вызвала но переедет настроит и посмотрит камеру может быть нужно камеру заменить хотя всегда было во всяком случае раньше она и фотографии классные дела сейчас сошла с ума наверное время я пришла ладно все давайте начинаем делать сумку к сожалению не сохранилось видео как я собирала если хорошо присмотреться то оно собрано из разрозненных кусков из одной и той же ткани но разрозненных кусков но я старалась сохранить рисунок просто из кусочков собирала цельный кусок он уже стоит на основе на подкладе сверху органза вот она видите то есть это просто дорогая подкладочная ткань очень тонкий шелк натуральный вот собран слоев 6 всего в общем здесь флизелин несколько слоев в общем сейчас я буду делать раскрой сразу же с подкладкой такой видите краш эффект стежку делала по рисунку то есть я уже буду показывать онлайн мы будем делать сумку будет у нас онлайн встреча болталка и сумка но я уже буду с полной выкройкой а это вот пока еще не резала покажу показываю что я уже сделала из своего куска заготовки смотрите я укрепила края они будут поплотнее и потолще полностью по всему периметру то есть это все будет собираться теперь вот так плотненько и для чего я еще это сделала мне нужно было сохранить размер определенный а подклада была ну как бы сказать края не совсем ровные поэтому я несколько целей получается преследовала во первых прикрыть чтобы это все смотрелось презентабельно во вторых уплотнить ну и в третьих добавить чтоб слой шел как бы равномерно потому как здесь получалось 5 6 слоем я просто уже не помню сколько сложено а здесь получается как бы подклад и подклада уже не было в некоторых местах но и флизелин может быть не не везде видите есть но как бы неровно а так все сравнялось все имеет презентабельный вид я сохранила размер определенный который мне нужен ну и вот будем сейчас сейчас все это будем собирать уже вот я приготовила ручки тоже я уплотнила и чтоб не так выбивался цвет светлый подкладочный вот заготовки на две ручки приготовлена тесьма так что сейчас будем выходить в эфир я хочу заснять одновременно и на камеру и потом смонтировать потому что здесь будет не видно машинка будет не видно я уже выкроила сравняла и укрепила посмотрите края это не атласная лента репсовая лента репсовой лентой укрепила края репсовой лентой сейчас только буду делать сборку размер такой какой я не стала замерять объясню почему я потом в конце покажу что я сюда буду складывать но размер такой который нужен вам то есть ваш президент и и ваши размеры совершенно не имеет значения какого размера шью я свою к сумочку это будут ручки то есть у меня пошел весь кусок я вот так разрезала что у меня пошел весь кусок прошу прощения почему-то так кричу как будто бы привезли глухих всю машиночку я настроила свою моя задача сейчас значит смотрите вот эти края которые которым будет пришиваться ручка я сейчас закрою внутреннюю часть вот чтобы шов и внешнюю показываю почему потому что лента у меня очень узко мне понадобится вот такая лента декоративная и все и ниточки машиночка поэтому я сейчас закрываю это дело строчку я поставлю трикотажную машинки видно и настраиваю ее так чтобы был максимально широкий но не очень длинный шаг так нужно цена здесь я смотрю сразу что все было у меня под руками мне не совсем удобно где моя лапка это не моё рабочее место для шитья поэтому мне не совсем удобно буду я вы напишите пока вопрос а я потом буду просматривать я сегодня без своей помощницы но ничего страшно и сейчас нечетко девочки напишите потому что я на экране вижу себя прям классно но все эфир на кроется сейчас у нас но прошлый раз записи начала была клеточку потом пошло все нормально звук будет фонить у нас здесь связь такая окно все тогда я буду уже не вставая не вставая отсюда не буду переносить машинку прям здесь и сделаю свою сумку доделая что что прилепилась то так сильно когда надо не держится когда не надо держится смотрите только лицевую часть смотрите как я делаю чтобы не окантовывать самый край надеюсь видно сейчас поставлю поближе я вот так прикрываю краешек чуть-чуть выступая чуть-чуть я отключала машинку и она перестроилась я делаю широкий шаг в ширину и не очень и не очень длинный и все и трикотажным швом просто пристрачиваю чем хороша эта лента ее можно заплавить буквально спичками если край если открытый край вам нужно не хотелось бы перепутать с одной стороны вроде бы это упаковкой и можно сильно не не присматриваться с другой стороны хочется чтоб качественно было поэтому смотрю чтобы не перевернулась лентой очень жаль что не получилось эфира но другой стороны может быть для чего-то это произошло не будем очень сильно печалится по этому поводу шпульку у меня заправлена тоже шелковая нить которой я делаю с тушкой ниток у меня очень много мне не жалко поэтому и красиво если где-то там для себя какой-то коврик на пол это одно когда это уже пойдет в люди конечно очень и очень желательно чтобы это все таки было красиво красиво покачественнее сейчас я уже вторую приторочу мне так нравится эта строчка но не по внешнему виду никакой художественности мне нет она очень здорово выручает я ее использовала когда делала коврики надеюсь все видно я делала коврики и собирала вот этой строчкой сейчас я покажу основной вид посмотрите тесьмы конечно идет немало вот это можно либо заплавить можно достать эти ниточки если они не выдергиваются их можно просто аккуратно срезать ну и буквально по краешку чуть-чуть совсем получилось видите но я еще и прокладываю вот тут по этому краю сначала я пристрачивала по этой стороне а теперь я пристрочу еще и вот по этой стороне трикотажный шок и тогда не будет так выбиваться и можно еще укоротить шаг так у меня закончилась нитка в шпульке ну вот и все обе стороны посмотрите как здорово все край закрыт уже ничего не будет вот тут вытрепываться а боковые стороны я просто по лицевой стороне сейчас пришьем и буду собирать видите я слегка выпускаю здесь это именно на лицевых уже частях на этих я наверху я не оставляла потому что это будет шоу а здесь все таки вот этот край я его прикрываю и в конце точно так же и 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 очень приятная на ощупь, такая торжественная, дорого-богато, надеюсь, тот, кому я буду ее дарить, останется доволен, тот человек, потому как не всегда попадаешь своим подарком, как чтобы человек был доволен, человек может сказать, спасибо, но я этим не пользуюсь, ну, бывает и так. Сумкой, может быть, и не пользуются, не спорю, но то, что будет в сумку положено, думаю, будет оценено. Я все покажу. Смотрите, я хочу вот этот край, я не хочу подгибать и утолщать в процессе пришивания, прошу прощения, может вышло из кадра. Я вот эти края сейчас просто покрою бесцветным лаком. Я сделала разметку и постараюсь прям по центру этой разметки положить, потеряла педаль, прям по центру этой разметки я постаралась положить центр ручки. И такой же самой строчкой я пришиваю ручки к сумке. И пройду дважды. Потому как все-таки содержимое будет достаточно такое тяжеленькое, а мне это содержимое нужно довести к пунктам назначения все-таки сохранности. И содержимое не дешевенькое, поэтому будем аккуратны. Ну вот, одна ручка уже пришита, надеюсь. Надеюсь, я ее пришила ровно. 5 миллиметров не угадала, но перепарывать уже не буду. Будьте осторожны, когда будете повторять. Этот смертельный номер, 5 миллиметров. Но я знаю, как я его смогу поправить, эту ситуацию. Я потом покажу. Визуально этого будет непонятно в готовом изделии. Поэтому это не страшно. 5 миллиметров это не страшно. Я смогу выровнять их в процессе собирания самой сумки. Ну вот, ручки пришиты. Осталось только пришить по бокам. Посмотрите, все очень даже аккуратно и симпатично. Пальцы, правда, у меня в лаке, но ничего страшного. Так, еще вот тут нужно ниточку отрезать. Сразу я, после работы на заводе, у меня автоматически я мусор сразу производственный удаляю с своей работы. Поэтому, все, теперь очень густеньким трикотажным швом я собираю бока нашей эко-сумочки. Так, здесь все настроено, все, поехали. На неудобной плоскости слишком шумит машинка. Я не привыкла, чтобы она так шумела. Она стоит на подставочке, у меня на мягкой. Мне осталось сравнять чуть-чуть, если вдруг где-то выглядывают ниточки. Возможно, так как это шелк, возможно, я запалю чуть-чуть над свечечкой. Посмотрите, какая красивая нарядная сумочка. И сейчас я покажу, чем она будет наполнена. Тесновато. Вот. Видите, какая она получилась нарядная. Да, ручки все нормально. Мне показалось, что одна ручка длиннее другой. Совершенно. Все ровненько, все симпатичненько. Очень презентабельная упаковочка. Сейчас я перехожу на более свободное пространство и покажу, как все это выглядит с подарком вместе. Показываю, какой шикарный подарочный набор поедет к его обладательнице. Такой девичий-девичий. Французское вино, конфетки. Вот такая красота. Как видите, все прекрасно разместилось. А это будет маленький бонус. Использовать можно как очешник или как ключник. Я уже примеряла, очки помещаются. Но я хочу сюда поместить букетик с цветами. То есть, вы поняли, я сюда вставлю ножку от цветков и не замочу руки. Пока буду доставлять. Ну, а потом его можно будет использовать по любому другому назначению. Вот такой красивый набор получился. Видите, нигде никакие швы не выглядывают. Все очень симпатично. Надеюсь, мое видео было полезным. Присоединяйтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы в комментариях. Я буду стараться отвечать на все вопросы. Я всегда отвечаю на все вопросы. Присоединяйтесь в Инстаграме, присоединяйтесь в группе ВКонтакте. Позывные милоболи такие же. Всех еще раз с праздниками. Всем желаю здоровья, вдохновения. И у нас есть в группе Ватсап общалка, в которой мы общаемся на разные-разные темы. Поэтому, кому интересно, присоединяйтесь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok